Я выпустила драйвер GeForce 471.96 WHQL с новыми игровыми профилями и поддержкой G-Sync для еще нескольких мониторов. Друзья, ну что ж, я зашел и действительно проверил. Да, вышло 471.96, все правильно. Так что можно сейчас обновляться. Скачиваем и устанавливаем последнее обновление. Компания NVidia выпустила новую версию пакета графических драйверов для видеокарт GeForce GameReady 471.96 WHQL. Она обеспечивает поддержку новых G-Sync совместимых дисплеев и исправление некоторых ошибок. Кроме того, компания оптимизировала драйвер для ряда новых игр. В новую версию драйвер включена поддержка G-Sync для мониторов. Ну, короче, вот он весь список. Lenovo, MSI, Philips, U-Sonic, Xiaomi. Вот, также приложение GeForce Experience добавлено 24 игровых профиля, обеспечивая оптимизированный игровой процесс. Список, значит, игр следующий. Вот он, Alliance, Drone of Fantasy, Final Fantasy 3. Короче, вот, Spade Remastered. Ну, короче, в большей части, я не знаю, Yakutsa 4, The Great Ace, Atomir, ну и так далее. Производитель рассказал, что решил некоторые проблемы, встречающиеся в предыдущих версиях драйверов. Задержка DLC была пышка, цветовой режим установлен на 8 бит. Ну, короче, вот он. Компания NVIDIA также указал список известных проблем. Десут происходит сбой драйверов. После сброса драйверов, спойной быстрой установки, когда масштабирование GPU было включено, коэффициент Unscaling 0.59x отсутствует масштабирование. В Battlefield 5 при игре в DirectX 19 мукс появляется сбой приключения HDR. Произведение видео на YouTube останавливается при прокрутке страницы вниз в игре, там, Clancy's, ну и так далее. Загрузите графический драйвер прямо сейчас. Делайте, загружайте, вот, заходите в GeForce Experience и загружайте. Ссылка в описании. Всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok